Друзья, всем привет! С вами Александр, вы на канале World House Pro и в сегодняшнем выпуске мы презентуем очередной проект, разработанный нашей архитектурной студией. Это небольшой дом-шале, он достаточно консервативен, но интересен тем, что в 85 квадратов достаточно удобно разместили все помещения и в таком доме может проживать семья с двумя-тремя детьми. Он достаточно функционален, в то же время очень симпатичный, уютный домик. Давайте поподробнее сейчас про него расскажем, поговорим про планировку, про внешний вид, про отделочные материалы, про конструктивные элементы и обязательно раскроем стоимость реализации такого дома. Начинаем! Дом разработан в стиле альпийских домиков-шале, в котором присуще строительство из комбинированных материалов камня и дерева. И в нашем случае первый этаж является каменным и оштукатурен с окраской в белый цвет. Второй же этаж отделан имитацией бруса коричневого цвета. Углы и межэтажный кант выполняется коричневым цветом немножечко другого оттенка, который сочетается с торцами и подшивкой кровли. Свесы кровли выполнены достаточно массивными и с большим вылетом, это подчеркивает изящность стиля шале. Давайте рассмотрим планировку домика. Входим мы в дом, как обычно, с основного крыльца, площадью почти четыре квадратных метра. То есть, оно защищает от дождя, от осадков и можно зайти на него и потом уже спокойно зайти дальше в дом. Первым делом в доме, конечно же, у нас есть тамбур, который выполняет, во-первых, функцию некой грязной зоны, где можно оставить обувь и верхнюю одежду. И помимо этого он выполняет такую тепловую завесу. То есть, зимой, проходя через тамбур, вы не будете пускать холодный воздух в кухню-гостиную. Из тамбура мы проходим в небольшую котельную площадью 4,4 квадратных метра. В котельной есть окно, достаточно большое. То есть, помещение можно проветривать через окно. Также в нем будет постоянно естественный свет. Здесь, в принципе, будет достаточно места для размещения всего котельного оборудования. Также даже можно поставить, к примеру, стиральную машину. Далее. Проходим из тамбура в холл площадью 3,74 квадратных метра. Но этот холл здесь формально выделен. То есть, по факту, это одно большое цельное помещение, кухня-гостиная и некий холл. Общая площадь всех вот этих вот помещений составляет почти 35 квадратных метров. То есть, достаточно просторное помещение. Это, можно сказать, целая однокомнатная квартира без перегородок. То есть, здесь размещена кухня буквой Г вот по этим двум стенкам. И вся остальная площадь уже занимается как бы гостиной зоной. И есть лестница на второй этаж. Ну, про второй этаж немножечко позже. На первом этаже у нас есть также спальня. Ее можно использовать как гостевую, можно использовать как основную, к примеру, хозяйскую. Ее площадь не очень большая. 10 квадратных метров почти. Но, в принципе, для размещения спальни будет более чем достаточно. Это двухспальная кровать, две прикроватных тумбочка и зона для какого-то хранения. То есть, например, для устройства гардеробной системы или шкафа. Далее. Санузел. Площадь 5 квадратных метров. Санузел достаточно не маленький для такого дома. Здесь можно разместить ванну, душевую кабину, унитаз и раковину. В принципе, можно оставить только либо ванну, либо душевую кабину. Зависит уже, конечно, от ваших предпочтений. Обязательно, конечно, у нас есть достаточно просторная терраса 21 квадратный метр. Выход на нее осуществляется через портальные двери из гостиной. И самая интересная фишка этого дома, что при совсем небольшой площади у нас есть второй свет. То есть, вот в этой зоне у нас расположен второй свет. Давайте теперь поднимемся на второй этаж и посмотрим его планировочку. Итак, поднявшись на второй этаж, мы попадаем в небольшой такой холл. Это даже не то чтобы холл, это просто балкончик, да, то есть, с которого можно попасть уже в две спальни. Каждая площадь почти 12 квадратных метров. То есть, возможно, это не для всех будет удобно и функционально, что мы такую площадь в доме небольшой, в принципе, площади 85 квадратных метров занимаем под второй свет. Но если вам достаточно трех спален всего в доме, то это будет определенное удешевление в целом проекта, именно делать второй свет, а не делать здесь какие-то комнаты. И, в принципе, это интересное дизайнерское решение. То есть, в таком небольшом доме это будет достаточно круто и интересно смотреться. Второй свет в кухне-гостиной. Ну, в общем-то, это все основные моменты по планировке этого дома. Что же касается конструктивы этого проекта. Во-первых, фундамент выполнен здесь ленточным. Такой тип фундамента подходит в большинстве случаев, но, конечно, чтобы определить грунт и необходимость нужного фундамента конкретно в вашем случае, конечно же, мы бы рекомендовали делать геологические изыскания, которые позволяют в полной мере показать картину основания, на котором будет строиться дом, и уже конкретно определить, подходит ли ленточный фундамент в вашем случае, либо нужен какой-то другой вариант фундамента, который всегда рассчитывается индивидуально. Далее. Стены первого этажа выполнены здесь из газобетона толщиной 400 миллиметров и оштукатурены короедом. То есть, это обычная штукатурка без применения утеплителя, конкретно в этом случае. И первый этаж является каменным. То есть, как это и должно быть в стилистике таких домов, это всегда, в принципе, считалось, что первый этаж каменный, второй деревянный. Но некоторые проекты, например, разрабатываются и делаются таким образом только внешний вид, то есть, внешний вид делается схожий со стилем шале, это камень и дерево. В этом же случае второй этаж выполнен по каркасной технологии, то есть, это такой настоящий шале, где идет комбинация камня и дерева. Вкупе с хорошей вентиляцией в этом доме будет очень комфортно находиться, потому что второй этаж, где расположены спальни, он деревянный, в нем будет дышаться хорошо, в нем будет хороший микроклимат и, в принципе, да, он будет пригоден для постоянного проживания, в нем будет очень комфортно. Стены второго этажа утепляются каменной ватой толщиной 200 миллиметров. В качестве пароизоляции здесь применяется крафт-бумага, которая не закупоривает полностью вашу стену и стена имеет определенную паропроницаемость, что хорошо сказывается на микроклимате этого дома. Кровля выполнена здесь из металлочерепицы, утепление выполнено 250 миллиметров. 200 миллиметров основное утепление по стропилам, 50 миллиметров это перекрестное утепление, которое выполняется по обрешетке, что позволяет сократить теплопотери. То есть, дом достаточно энергоэффективен за счет того, что 200 миллиметров каменной ваты в стенах, 250 в кровле. В принципе, первый этаж из 400-го газобетона даже без применения утепления является достаточно теплым, то есть и тратить на отопление в таком доме вам не придется много денег, несмотря даже не на материал стен, а еще плюс из-за того, что он имеет небольшую площадь. Перекрытие выполнено здесь в двух вариантах, в монолит и дерево. То есть, при приобретении, например, этого проекта вы можете выбрать и решить, по какой технологии делать перекрытие. Деревянные балки с утеплением каменной ваты, либо монолитная плита с устройством стяжки на втором этаже. Если вы решите делать теплые полы, то монолитная плита будет более приемлема для такой системы отопления. Итак, друзья, давайте теперь разберем стоимость, которая варьируется от миллиона 800 заканчивается тремя миллионами. Зависит она от комплектации. Как обычно, мы считаем в трех комплектациях. Первое это полностью весь несущий каркас, то есть ленточный фундамент, несущие стены из газобетона, перегородки, монолитное перекрытие. Второй этаж здесь каркасный и полный кровельный пирог от ветрозащиты и пароизоляции, заканчивая утеплением и полным кровельным покрытием. Вторая комплектация будет включать в себя дополнительно наружную отделку, установку входной двери и полностью остекление. Помимо этого, подшивка свесов и монтаж водосточной системы. И третья комплектация, которая будет стоить 3 миллиона рублей, включает в себя уже полностью все предчистовые внутренние работы, то есть это штукатурка, шпаклевка, зашивка каркасных стен, либо имитации бруса, либо гипсокартоном, устройство также предчистовой отделки потолка и соответственно полностью покрытие половое по всем помещениям, это плитка либо ламинат. Помимо этого, необходимо будет еще выполнить инженерные коммуникации и сделать именно чистовую отделку, но это уже выполняется индивидуально каждым заказчиком по индивидуальному проекту. Так что вот в этом случае это будет 3 миллиона рублей. Минимальная стоимость 1 миллион 800 и промежуточная с наружной отделкой 2 300. Друзья, если вам понравился проект, вы можете приобрести его. Ссылка на сам проект и на наш сайт будет в описании к видео. Помимо этого, мы можем внести любые изменения в этот проект. Если вам, например, нравится стиль, но дом, например, для вас маленький, вам нужно большее количество комнат, нужно больше площадей. Пишите нам, мы обязательно вам с этим поможем. Мы переработаем проект, оставим, например, только сам дизайн, если он вам понравился и, например, увеличим. Также мы можем изменить материалы стен. К примеру, можно сделать и первый, и второй этаж в газобетоне, и только отделкой уже сделать вот это вот различие камня и дерева. То есть по факту это будет каменный дом полностью. В общем, любые изменения, которые вы хотите, мы можем внести. Также мы можем полностью разработать инженерное обеспечение для этого проекта. Электроснабжение, освещение, водопровод, канализацию, отопление, вентиляцию. Все это можно сделать в дополнение к основному архитектурно-конструктивному проекту и уже реализовать все инженерные системы в готовом доме. Так что, если будут вопросы, обязательно пишите в комментариях, звоните нам. Вконтакте будут также в описании под видео. На сегодня это все. С вами был Александр, команда World Coast Pro. Всем пока!